Говорит Москва, говорит Москва, последний час. Войска Южного фронта заняли город Ростов-на-Дону. Мы жили в этом городе, любили в этом городе, ходили в этом городе гулять. Как шли мы с разговорами, с гитарой, с переборами, любили мы подружкам напевать. Ростов-на-Дон, синие звезды не Москва, улица Садовая, скамеечка кленовая, Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону. Пришла война суровая, зажгла огни бакровые, хлебнули мы свинцового дождя. И оставляя город наш, любимый светлый город наш, мы в сердце уносили, уходя. Ростов-на-Дон, синие звезды не Москва, улица Садовая, скамеечка кленовая, Ростов-город, Ростов-на-Дон. Туда вернулись снова мы, гоня, гоня подкованью, светая краски вместе с головой. Ростов-на-Дон, синие звезды не Москва, улица Садовая, скамеечка кленовая, Ростов-город, Ростов-на-Дон. Ростов-на-Дон, синие звезды не Москва, улица Садовая, скамеечка кленовая, Ростов-город, Ростов-на-Дон. Войска Южного фронта под командованием генерал-полковника товарища Малиновского в течение нескольких делили ожесточенные бои за город Ростов-на-Дону. Сегодня, 14 февраля, ломив упорное сопротивление противника, наши войска овладели городом Ростов-на-Дону. В боях за Ростов ответили с войска генерал-лейтенанта товарища Герасименко. Первыми ворвали с гора части подполковника товарища Ковалева, подполковника товарища Сиванкова, полковника товарища Трехлова, майора товарища Дубровина. Обходом с запада занятию города задействовали части подполковника товарища Шапкина и майора товарища Ходос. Вы передавали сообщения Собкин форум-бюро. Собкин форум-бюро. Я чувствовал памятью предков. Братьями были мы много веков. Освободились от жизни советской. Так почему ж не лишились оков?